Полиция Каменско-Уральского задержала двоих жителей Екатеринбурга, причастных к серии телефонных мошенничеств. По схеме ваш родственник попал в ДТП. 19 января сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором предположительно передвигался криминальный курьер. Мужчина забирал деньги у пенсионеров якобы в качестве компенсации за ущерб, который якобы нанесли в результате ДТП их родственники. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 22 вместе снарядом ДПС подозреваемые в совершении этих преступлений были задержаны. Один из них неработающий 30-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый пять раз, в том числе четыре раза за грабежи и разбой. Из мест лишения свободы вышел в 2018 году. Его товарищ неработающий житель поселка Двуреченск, 42 лет, ранее судимый восемь раз за различные преступления. Оба достойных гражданина передвигались на автомобиле ВАЗ-2106. Похищенные деньги частично были изъяты. По версии старшего из двух подозреваемых, водителя остановленных «Жигулей», он лишь оказывал транспортные услуги на платной основе второму задержанному, с которым знаком мало. Так, например, он утверждает, что стоимость поездки от Екатеринбурга до Каменска-Уральского и обратно с учетом передвижения по нескольким адресам составляла всего 2000 рублей, плюс оплата бензина. Чем вы занимались последние несколько часов? Возил человека. Человека возил? Да. Человек что-то говорил, куда, зачем ездит? Нет, просто он мне говорил, как ехать и все. Я приезжал, стоял, ждал его. Человека этого знаете? Недавно познакомился. Познакомились каким образом? В кафе в Екатеринбурге. Однако под чехлом переднего пассажирского сидения правоохранители нашли и изъяли 28 купюр номиналом по 5000 рублей. У пассажира также при себе имелись денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции предполагают, что большую часть преступной выручки задержанные уже успели через банкоматы внести на некие счета. Так, 19 января в дежурную часть отдела полиции номер 23 поступило сообщение от пенсионерки 38-го года рождения о том, что часом ранее неизвестный путем обмана завладел ее денежными средствами в сумме 400 тысяч рублей. Злоумышленник сообщил, что к пенсионерке домой приедет мужчина по имени Сергей, именно ему нужно будет передать денежные средства. В 16.45 пенсионерка, находясь в своей квартире, самостоятельно передала денежные средства в сумме 400 тысяч неизвестному мужчине-курьеру. Позже потерпевшая опознала в пассажире задержанной в Азовской классике курьера, которому отдала свои сбережения. В отношении данных граждан избрана мера пресечения ареста. В настоящий момент они находятся под стражей. Меняется инстанция статьи 159, части 3, мошенничество. Данная санкция предусматривает лишение свободы до 6 лет. В данный момент в отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. С учетом отягчающих обстоятельств срок лишения свободы для них может составить до 10 лет. Следствие устанавливает других возможных сообщников подозреваемых. Полиция в очередной раз предупреждает граждан. Если вам звонят неизвестные люди, рассказывают по телефону страшные истории, а потом требуют деньги, то скорее всего это мошенники. Прервите ненужный вам разговор. Просто положите трубку и перезвоните родственникам, о которых якобы идет речь, чтобы узнать, как у них дела на самом деле. Если уже у вас есть пожилые родственники, проведите с ними беседу и расскажите об этих случаях мошенничества, чтобы они не пополнили собой список потерпевших. Субтитры создавал DimaTorzok